добрый день дорогие друзья дамы и господа подписчики и гости канала сегодня воскресенье 9 января 22 года я вас приветствую из Брюсселя это марш свободы сейчас на короткие мгновения зашло солнце потому что это очень солнечный день и вам лучше видно лучше просматривается эти потоки человеческие потоки это не тысячи человек это десятки тысяч человек которые пришли сегодня для того чтобы требовать свои конституционные и гражданские права это движение ни в коей мере не исчезает поэтому не стоит верить тому что пишет официальная пресса она пишет о том что это какие-то отщепенцы они пишут о том что это маргиналы это не маргиналы это люди работающие люди люди которые могут выйти протестовать только в воскресенье потому что в течение недели они работают а очень многие люди пришли с детьми я вижу также много пожилых людей поэтому кортеж продвигается чрезвычайно медленно но с другой стороны это дает шанс людям общаться между собой знакомиться а я вижу что здесь есть целые коллективы то есть очень многие идут большими группами они друг друга знают видимо это коллеги или друзья или соседи также люди скандируют постоянно слово свобода очень много молодежи молодежь танцует вы видите какая царит доброжелательная обстановка это просто даже напоминает некий фестиваль некое торжество потому что люди требуют торжества свободы я встану здесь я думаю что сейчас опять выйдет солнце потому что действительно это очень солнечный день и вам будет не так хорошо видно это грандиозную столбу этот поток людей кортеж которым очень много людей с самодельными флакатами то есть это видно что это действительно народное движение движение это движение народа за свободу вы слышите хлопки как модно сейчас говорить но действительно хлопки это хлопки фейерверков но их не очень много в настоящий момент я думаю что это приберегли специальные специальные группы которые интегрированы чтобы дисконсессировать это движение это будет в конце я думаю это будет часов пять то есть в конце этого шествия как всегда будет некая дезинтеграция я тоже постараюсь остаться до конца чтобы вам показать а сейчас я еще раз показываю вам эти нескончаемые потоки людей которые вышли за свободу это марш за свободу против попрания конституционных и не только конституционных прав потому что это также европейская конвенция по правам человека это люди которые вышли протестовать и требовать назад вернуть им права человека потому что как вы знаете что есть индивидуальные права которые не позволяют другим людям распоряжаться вашим телом мое тело мое тело мое тело я еще раз показываю вам эти колоссальные потоки необыкновенно доброжелательная потолка люди улыбаются люди знакомятся друг другом они машут друг другом у них у многих самодельные плакаты или флаги бельгии то есть это это совершенно не те очепенцы маргиналы про которых вам рассказывают официальные сми я хочу сказать что это не просто так дорогие друзья что была грандиозная манифестация рядом с башней ртбф это телевизионная башня как в россии останкинская башня потому что люди протестуют протестуют жизнь которая растекается просто токсичным таким липким облаком потому что сми не отражают того что на самом деле происходит в стране того что на самом деле происходит в бельгии и я думаю что не только в бельгии но и в европе потому что скажем здесь евро депутат христиан терхеш он об этом сообщил он сообщил о том что он придет но к сожалению в этой толпе мне сложно его найти хотя я надеюсь что мне удастся через интернет с ним связаться и попытаться взять у него сегодня интервью сейчас мы должны уже огибать эту улицу и выходить напрямую на улицу закона я думаю что этот маршрут был выбран не специально потому что они хотят подчеркнуть что общество должно жить по законам а не по тем правилам которые устанавливают богатые фарма лобби и другие богатые которые наживаются на этой ситуации дорогие друзья еще раз показываю вам эти колоссальные потоки эту человеческую реку которая движется и которая меня лично наполняет просто надеждой на то что если мы все объединимся нас ждет лучшее будущее дорогие друзья я подвергаю пожалуйста распространяйте эту информацию не надо думать что все покорились не все покорились наоборот посмотрите какое какое количество людей непокоренные какое количество людей не верит всем этим пастям они не хотят участвовать в этом действии я не могу использовать на этом канале всех слов которые я хочу но я думаю что вам достаточно я не могу показывать вам детей сейчас я покажу вам вы видите люди пришли с людьми вот идут люди с различными самодельными транспарантами люди друг другу улыбаются мне очень многие массы то есть обстановка необыкновенно необыкновенно доброжелательно дорогие люди я буду продолжать дорогие люди дорогие я буду продолжать по мере возможности потому что сегодня очень много солнца и не всегда можно выбрать тот ракурс который позволяет все разглядеть потому что получается переосвещенность но сейчас вы видите вы видите вы видите вот идут люди во флагах вот самодельные транспаранты посмотрите самодельные транспаранты это не это движение которое в Америке называется это движение народа это народное движение это движение посмотрите сколько молодежи все из них все смотри 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 смотрите они они пришли с прекрасными флагами на которые люди идут как на праздник я вижу очень много молодых лист очень много улыбающихся лист картонные транспаранты то есть это не спонсировано каким-то лотом движения как это бывает знаете когда люди покупают да некоторые оделись как на карнавал дорогие друзья я буду также перемещаться и как только появится следующая возможность я также сделаю репортаж о том как развивается ситуация пока что я вижу только нескончаемые реки людей просто нескончаемые реки то есть я даже не знаю сколько сегодня пришло людей может быть сто тысяч может быть восемьдесят тысяч мы знаем об этом в конце дня когда организаторы об этом заявят потому что они стали намного более внимательны к тому сколько человек приходит потому что им надо противостоять той дезинформации которая все время появляется в прессе потому что пресс умышленно замалчивает количество людей которые приходят и даже сделано дошло до того что когда были протесты в Нидерландах то такое известное агентство как Ажанс Франс Пресс написали что пришло несколько дюжин человек в то время как вышли десятки тысяч дорогие друзья вот еще замечательный плакат сейчас я вам его покажу пожалуйста посылайте ваши реакции и распространяйте информацию что происходит в Бельгии желаю всем удачного дня